ДНК состоит из четырех типов нуклеотидов. Аденин, тимин, гуанин, цитозин. В двух цепочках ДНК тимин должен быть напротив аденина, а гуанин напротив цитозина. АТГЦ. В этом смысл принципа комплементарности. Вот комплементарно делаю вторую цепь ДНК. Двойная цепь ДНК обычно закручена в спираль. Находится ДНК в ядре. Транскрипция начинается с того, что РНК полимераза раскручивает и разъединяет цепи. И на одной из цепей начинает делать РНК. РНК состоит из тех же нуклеотидов, только вместо Т там У. У меня здесь черные квадратики. Это Т тимин, а желтый это урацил. Желтых в ДНК нет. А в РНК будут. Цепи ДНК после синтеза сшиваются обратно. Вот. Образовалась РНК. Такая РНК несет информацию для синтеза. Называется информационной или матричной. То есть может встретиться и РНК, и МРНК. Это одно и то же. Не все части свежей РНК нужны для дальнейшего синтеза. Поэтому некоторые, ну типа мусорные участки, вырезаются. А нужные сшиваются между собой. Лишние участки называются интроны. Нужные экзоны. Процесс чистки ДНК называется процессинг, а процесс именно сшивки экзонов – сплайсинг. Дальше. К РНК прикрепляется нуклеотидный хвост и молекула, которая называется КЭП. КЭП нужен для того, чтобы понять, с какой стороны у РНК начало. А хвост для того, чтобы молекула-переносчик могла ее зацепить и вытащить из ядра. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.